привет меня зовут евгений я являюсь соучредителем бренды краска татуин мы работаем над брендом уже семь лет и в один день мы решили изменить все вы увидите процесс ребрендинга от самого начала и до конца узнаете как и почему мы поменяли логотип и для чего мы опускали виноград как как все началось как началось тяжело с трудом потому что тогда еще когда все начиналось никто не понимал как это будет что это куда мы идем зачем мы это делать но хотелось чтобы свой какой-то хороший продукт да кто ты кто ты я александр работаю в краски татуинка отвечаю за производство работаю уже 2016 года мы познакомились уже давно с евгением александром поэтому они пригласили меня работать к ним в качестве менеджера задач было много а решать их было достаточно сложно потому что этот рынок мы познавали изучали и старались как можно эффективнее работать на нем начиналось все спроса с продаж но в результате развития нашего роста приходили новые обязательства по которым приходилось быть и курьером и технарем и кем угодно тем более мы заново узнавали оборудование и прочее что-то было всегда новое неизведанное поэтому приходилось совершенствоваться расти как бы и узнаешь что-то новое новое мы и мы развивали сделали много экспериментов разрабатывали новые цвета опять же вышли на рынок россии снг начали участвовать во многих выставках а можно сказать мы съездили по всем на данный момент уже мы в три на четыре раза величество производства за счет переездов то что набирали людей новых и прочее мы уже выстроили полноценное огромное производство на который мы выпускаем свою продукцию которая должна радовать людей а а Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, такой сет Да, сет того, что может быть Ну и, в принципе, нам зашло На самом деле, хочу, кстати говоря, респектнуть Марии Потому что я просто как дизайнер могу себе представить Насколько это была колоссальная, тяжелая работа Все это подобрать Все это обработать Ну да, без идей, без всего Куча всяких цветопроб Постоянно вот эти переделки Это очень, очень длительный процесс Представляю, о чем может стоить Изначально это были только ЧБ Цвета еще не было Были задумки Она уже сразу, да, нам предоставила перспективу То, что вы можете вот эти разводы Разные Уже подрезать И фигачить на этикетке Это уже было в дальнейшем Там спустя, сколько мы Полтора года или два мы выпускали цвет С пятнадцатого Ну да, в конце шестнадцатого вышли первые цвета Ну, я так понимаю, где-то через там Четыре-пять лет У вас уже по этому поводу Появилась мозоль на глазу Некая боль по поводу того, что Вы-то, в принципе Было много такой визуализации везде Да, вы же были актуальны на тот момент Ну, в плане дизайна Потому что это было новое А потом это стало таким Огромным трендом, что Просто ваш дизайн, он повсюду В банках, на стоках Блин, название на самом деле Я обожаю эти названия Потому что Ну, мало за что можно вообще Настолько круто зацепиться А тут Малевич Золото от стеков Блин, это прям пушка Я что подумал Нам нужно отойти от стоковых решений Ну, они на тот момент уже стали таковыми Вот, но У меня тоже были вопросы Перебью тебя По этим названиям Одно время Мне казалось, что это коробка карандашей Называется Знаешь, эти, блин Карандаши солнышко И каждый называется Ну, это фишка Фишка владельца бизнеса То есть Ну, опять же, да Это я не понимал Понимали Мои партнеры Там это И реально это зашло В какой-то момент Зашло И работало Отлично Хорошо работало Но Для меня это Изначально было непонятно Как в принципе У нас У нас Была база В виде Ваших разводов И У вас Были очень классные нейминги Я подумал, что Блин, а давай Соединим это Соединим это вместе Потому что, ну Круто, когда Все в синергии Круто, когда У тебя не отдельно Картинки Отдельно нейминги А когда они работают друг с другом Круто, когда они работают друг с другом И всё Круто, когда они работают друг с другом Я считаю, что бренд с историей, даже если приходит к кардинальным изменениям, все равно должен сохранять преемственность в дизайне. Если есть какие-то фишки, за них надо цепляться, стараться усилить. Также с логотипом. Важно не сносить все и делать заново, а немного доработать. Ну и, собственно, когда мы с тобой договорились, ты мне показал все свои проекты, дизайны, ну, концепт того, что может быть. Там было вариантов? Да, очень много всего, вот. И, соответственно, они очень коррелировали с нашими названиями, которые были. Вот, блядь, у меня бы в голову не пришло такое сделать. Ну, соответственно, я почему-то вспомнил про тебя, и когда в том году, не, не в том году, в этом году, 21-м на Московском фестивале… Да, да, да. Мы как раз с нашим фильмдиректором стояли по поводу этого разговора, что уже мы еще не заняли очень долго, я говорю, и вон… Мы, в принципе, уже нормально были знакомы на тот момент. Да, давай попробуем. Потому что так иначе пересекались периодически. вот и все закрутилось спустя два месяца ты предложил нам идею мы с тобой в баре да мы тут как бы по делам но ты как бы приезжай сейчас идеи расскажешь да все отговорим все посмотрим ну и предлагаешь ты какую-то хрень непонятную штуку да ладно тебе зашло мне зашло правда шумно так это было ну очень сложно на самом деле мне было непонятно сначала одно что бля но это очень сложно то есть каждую этикетку нужны каждый фон от фото из краски я не понимал как это происходит как это чего будет искал визуализирует давид отебись ты сказал блять посмотришь потом как это происходит ну я привык доверять людям с которыми я общаюсь и поэтому мы решили попробовать и получил усер визуализирует и Евгений скинул мне фотки с последней фотосессией, которую устраивали наши творческие друзья-дизайнеры. Ну, сказать, что я был в шоке, ничего не сказать, потому же так как берутся, не знаю, даже то же самое виноград и макается в краску, для меня это, конечно, было что-то непонятное, когда тебе еще сказали, надо асфальт, а где его взять? Я же не буду покупать мешок, потому что взять лопату пойти и накопать его, накопать, оторвать или еще что-то. И получилось так много, что на маркетплейсах я уже даже не знаю, что они мне сейчас предложат, потому что там просто мрак, там и перья, и морские звезды, и ацтеки, я не знаю, что там еще, но список был большой. Было достаточно интересно, но что-то пока ничего не не понятно, но надеюсь, увидим что-то хорошее. Я полностью доверился своему совладельцу и наблюдал процесс немножко со стороны. Мне было точно так же интересно, куда его потянет, в какую степь, как это будет реализовываться, какие дизайнерские ходы применят парни. Сейчас ребятки заливали белый, выкрашивали в белый цвет там апельсины, выкрашивали в белый цвет уголь, чтобы потом его покрасить обратно в черный. Это сложный производственный процесс, это реально приходится прям запариваться и уделять огромное количество внимания этому. Когда получил рабочие макеты уже такой, классно, вот мы на этикетках стараемся отобразить физический цвет находящихся в пузырьках. А это сложная полиграфия, это сложная дизайнерская задача. Идея с апельсинкой там, то что это продолжает следовать изначально заданному вектору. Например, здесь апельсиночка, там виноградик, уголь есть. И вот эта вот фишка мне прям нравится. Это то, что было раньше, только под более свежим соусом. Свежо, здорово, давайте пробовать. Я доволен. У нас было порядка 20 разных дизайнов, которые так или иначе сохраняют преемственность. В итоге парни выбрали очень смелый и далекий от старой версии вариант. Круто, что вы на самом деле согласились на такой смелый шаг, потому что кардинальные изменения, далеко не все клиенты на это идут. Почему-то для многих это страшно, ну как бы как нас, нас не поймут, да, ну типа потеряется связь с старым дизайном. Ну здесь скорее оно больше преобревает связь. Ну, кстати, я же пытался добавить преемственности, поэтому мы на самом деле базовый логотип, мы его по сути никак не трогали. Чуть-чуть мы его по шрифтам подтянули, но оставили суть. Вот. И кстати, круто, круто, что… Да, то, что появился вот этот шильдик. Да, шильдик это прям пушка. Вообще, как ты считаешь, как в будущем будет развиваться этот дизайн? Он на самом деле, это вот уже, ну основной логотип это вот, краска, он никуда не берется. Но базовый? Да. Это шильдик, который просто используется, будет использоваться везде, в любом мерче, там, в любых там противовской одежде, там, футболках, кепках. Он просто более удобный, более геометричный и более гибкий для использования именно в мерче. вот, а наш логотип, в принципе, такой остался, краска, татуин. Ну, небольшой спойлер, у нас в ближайшее время выходит еще вот порядка 20 цветов краски, так что я думаю, мы с тобой еще поработаем. На съемочке увидимся. Увидимся. На данный момент у нас уже более 100 цветов, поэтому, проведя огромную работу по ребрендингу, выслав всю эту огромную работу нашему прутиму, тем ребятам, которые работают с нами, они оценили, удивились и не перестают удивляться тому, насколько качественно и круто это было сделано. И я могу сказать, что ребрендинг, который мы сделали, это будет мега круто. Логотип очень емкий, читабельный, информативный, такой, каким должен быть. Дизайн краски изменили, но важно, что качество краски осталось прежде. Гораздо более сочные цвета, гораздо более ассоциативно. Очень здорово подобрана колористика, идеально состояние цвета этикетки с цветом краски. Именно новый формат, именно новый логотип очень круто выглядит на полке. В общем, мы максимально постарались освежить дизайн. Мы получили кучу эмоций и положительных комментариев от вас. Продолжайте пользоваться краской нашего бренда, делайте больше крутых татух и получайте удовольствие от процесса. Рок-н-ролл! Вы можете подборку после, да? Как это было, блядь, я такой отдельный фильм, давай, давай, сейчас мы тут от снимемся. В общем. И целом. в один день решили изменить все вы увидите процесс ребраника от самого начала и до конца и для чего мы опускали этот виноград не мучить и для чего мы окунали ёбаный виноград блять в ёбаную краску вы узнаете как и почему мы поменяли логотип и самое главное блять тихо тихо продолжайте пользоваться я уже забыл что после этого должны очень хотелось окунуться в мир татуировки я окунулся красавчик я арт-директор я хуй коры блять я арт-директор блять да что ж такое к возможности блять да сука дайте я договорю уже блять сейчас сейчас картинка сложится ну понятно примерно так ну я буду примерно понял дальше надо породумать концовку именно саму да так давай просто в три приложения вложимся и все тогда да да чё опять не так блять так ладно собирались блять за отъебитесь ну-ка иди сюда ты говорил что у тебя есть что-то там это на затравочку пиздю все поздравляю у нас съемки фильма про краску закончены да все неси торти в булгон мы сняли все все